Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Встречаюсь с парнем уже по парагодам. Живем вместе. Были разговоры и планы на совместную жизнь. У нас все было хорошо. Мы оба находимся в США. Случилось так, что он въехал на квартиру, которую я снимал на свое имя. Через некоторое время у нас начался разговор о том, что мне нужно поменять машину. Причем он сам предложил. Мы продали мою машину и купили новую. Он оплатил оставшуюся сумму своей кредитной картой и получилось напополам. Мы оба числимся как владельца. Пару месяцев ранее он сделал предложение выйти замуж. Через некоторое время человек начал очень плохо относиться, обещать вербально и унижать. Так что у меня больше нет сил. После многих разговоров я решил уйти. И предложил я ему выплатить его кредит на его машину сумму, равную той, что он доложил, чтобы я могла забрать машину. Но он мне соглашается требовать исключительно наличные деньги. Хочу уточнить, что это вся кредитная суматоха. Обычные вещи для США. Так здесь работает система. Кроме этого, когда я снова подняла вопрос про будущее, он мне ясно дал понять, что он мне ничего не обещает теперь. Он не решил для себя, и мне ответ уже дать не может. Хотя предложение было. Так вот, когда все эти вопросы поднялись, он явно начал манипулировать ситуацией, и ему никакой из моих вариантов не подходит. Он выбирает покое, что я точно не могу сделать. Благоварие о будущем, где я сказала, что хочу какой-то определённости, он ответил цитирую. Раньше бы не хотелось семьи, когда встречалась с парнями. Хотя перед тем, я была в отношениях с парнем 3 года. Я не знаю, как теперь выбраться из этих отношений. В целом, моё материально-морально-эмоциональное состояние весьма разбито. Выхода я найти не могу. В голове лишь страх и беспокойство. Хотелось бы услышать советы, как справиться с этим состоянием для начала. Спасибо большое. Ну, здесь первое, с чего нужно начать, это с того, что бросается в глаза несколько важных, как мне кажется, вещей. Первое, что бросается в глаза, и бросается в глаза довольно серьёзно, это то, что вы, как будто бы, не можете полагаться на себя. То есть, как будто бы вам, вот, сложно на себя полагаться, вот. Как будто бы вы полагаетесь больше на человека, вот, нежели чем на себя. И вот эта вот история, что вы хотите определённости, вам, на мой взгляд, нужно самостоятельно посмотреть, что такое для вас определённость, вот, что она для вас означает в целом, и как вы можете этой самой определённости для себя самостоятельно достичь. Вот. Да? Это первый аспект. На который хочется, пожалуй, обратить вам ваше внимание. Следующее. О чём хочется сказать. Это то, что вы чего-то боитесь. И то, что вы не можете выйти из отношений. Лично для меня, в этой ситуации, в этой ситуации. Не совсем. Понятно, что вас удерживает. Если вас удерживает машина, то есть, вы не можете выйти из отношений. По той причине, что вам нужно забрать машину, то это один момент. И момент, мне кажется, ну, такой достаточно серьёзный момент. связанный именно вот с тем шпелом. Вас удерживает, ну, вот, такое, скажем так. Ам. материального обеспечения. В данном случае. Да? И, ну, как мне кажется, вам здесь нужно определиться, со своими приоритетами. То есть, определиться с тем, а, чего же я, там, хочу, например. Да, то есть, мне-то, вот, самой, что важно. Да, как бы. Вот. Мне-то, самой, что нужно. вот. Потому что, пока, вот, просто, получается так, что, как будто бы, вы не очень, а, сами, понимаете, например, какой у вас приоритет. Ну, так, по крайней мере, выглядит, с моей точки зрения. Так, по крайней мере, выглядит, вот, ну, с точки зрения, со стороны, скажем так. Бан? Дальше. А, значит, совершенно очевидно, что вас как-то задевает. Это история, что делает мужчина. Ну, то есть, как он себя ведет с вами. Вот. Как он к вам относится? Человек, я имею ввиду. Вот. То есть, как-то вот, в данном, конкретном, случае, можно говорить, говорить о том, что вам бы поработать с тем, что вас задевает. Вот. Понимаете, да? Это, на мой взгляд, очень важный аспект. То есть, что конкретно, как вас, ну, выделал. Что конкретно, как и сильно выделяет, если говорить, что он, он вот. А, значит, наша грамотная фиксия. Ага, вас, то есть, наплохо, вот, как бы. А, вопрос, здесь, который, на мой взгляд, нужно поднять, это, как именно вас это взрывает. Вследствие чего у вас, вот, такое, допустим, разбитое, да, вот, состояние, например. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Теперь давайте разберем ваш вопрос более подробно. Значит, встречаюсь парнем, уже полтора года, живем вместе. Да, вот, здесь, важный момент, что вас объединяет? что между вами, вот, так скажем, общего? Да? Вот. Что между вами общего? что вас связывает? Как вы, грубо говоря, встретились и познакомились и так далее? Дальше. Были разговоры и планы, просто, не с нужей. Ну, вот, а здесь, поскольку, снова, поднимается, в данном случае, вам этот вопрос, я должен отметить, что, по-видимому, вот, тема вашей, вашей, защищенности, ну, допустим, тема вашей защищенности, она вас как-то, вот, волнует. И волнует вас, она, суть по всему, достаточно серьезно. Вот. То есть, хотелось бы, с этим, разобраться, по возможности. Да? То есть, повторяйся, вот, понятие, как бы, чего вы хотите, как бы, чем для вас, вот, так этот момент, разобраться, что, вам, именно, вот, хочется, себя, запасть, вот, это очень, мощно и, сильно, бросается в глаза, то, что вы, пытаетесь, себя, запасть, защитить, то, что вы пытаетесь, ну, себя защитить. Вопрос, вот, только, о том, от, чего, в данном случае, вы себя, стараетесь, защитить. Дальше, у нас все было хорошо, впечатли, вот, это, ом, тоже, как мне, кажется, важный момент, что вы, вкладываете в это, то есть, ну, вот, что вы, вкладываете в, то, что, у вас все хорошо, я думаю, что, надо бы, разобраться, с этим, что такое, хорошо, для вас, и что такое, хорошо, для, эм, человек, вот, потому что, вполне возможно, что, не все, то, что, хорошо, для нас, может быть, хорошо, для него, и наоборот. Дальше, идет, случилось так, что он приехал на квартиру, в которой я снимал, она свою имя, перечислилась, 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 опять же, вы говорите, случилось так, честно говоря, как-то, как-то, вот, хотелось бы, чтобы и вы увидели, и, чтобы, может быть, заметили, вы, что вы допустили этот момент, что мужчина доехал в квартиру, в которую, вот, как бы, ну, вы снимаете на свою, что вы позволили им это делать. А, нет, я ни в коем, ни в коем случае не говорю, о том, что совершили вы, что-то плохое и ужасное, вот, ни в коем случае, но просто, то, что вы говорите, что случилось так, вот, именно, ну, случилось, просто случилось, вот, это, как бы, конечно, в какой-то степени, ну, вот, свидетельствует о том, что, вы, возможно, не замечаете, несколько того, что происходит, да, несколько, проскакиваете, ситуация, несколько проскакиваете, вот, важные для себя моменты, вот, и, в том числе, из-за этого вам тяжело, вот, собственно, из-за этого вам так, трудно, дальше, через некоторое время, начался разговор о том, что мне нужно поменять машину, причем он сам предложил, как вы отреагировали на его предложение, что оно для вас могло быть наше, вот, но, в мой взгляд, это очень важный момент, да, потому что, то, как вы отреагировали, например, на его предложение, очень хорошо бы, могло бы помочь нам разобраться в том, что с вами происходит, пускай вам это может показаться несерьезным, пускай это вам может показаться чем-то, что, как, ну, как-то, вот, скажем так, являются высасыванием, например, из пальца, вот, тем не менее, это очень важный астак, в данном случае, далее, так, он оплатил оставшуюся сумму своей кредитной карты, но машину новую мы купили, получилось напополам, мы обучислимся, как владелец, через некоторое время, человек начал очень плохо относиться, обжать, вербально, и унижать, да, а вот, что изменилось, то есть, что он так на особо повисит, то есть, что проявляется, вот, как бы, что, вот, случилось, что, ну, с приводом отношения к вам, так скажем, поменялось. Вот, но мой взгляд это очень важный момент, что изменилось. Понимаете, да? И вы говорите о том, что у меня уже нет сил, а после многих разговоров я решил уйти. Куда уйти, если, ну по факту, если я правильно понял, то вы уйти хотите, в общем и целом, из своей квартиры. Вот, да, как бы, ну вот, как мне показалось. Опять. Так, предлагаю ему выплатить его кредит, значит на машину, что он доложил, что я могу забрать, но он не соглашает, требует исключительно наличные деньги. Ситуация здесь, на мой взгляд, такова, что человек пытается с вами манипулировать, вот, потому что знает, что вы здесь пребываете, вот, ну, в какой-то такой определенной слабости. вот, то есть вы здесь, в данном случае, вот, проявляете себя, ну вот, в несколько таком зависимом, уязвимом, если угодно, положении. Вот, и человек соответственно, к сожалению, этим пользуется. Вот. Вопрос, который, как мне кажется, вам нужно себе задать, это вопрос такой, в чем именно я, вот, в данном случае, зависим от, ну, от него, вот, в чем именно, в чем конкретно, вы, условно говоря, пытаетесь на него опереться, чего он в безопасность, вот, то вполне вероятно, что человек, как раз и пытается манипулировать тем, что вы нуждаетесь в безопасности, вот, тем, что вы нуждаетесь, вот, в, уверенности, которую он, по его мнению, вам может дать только, например. Да, то есть, понятно, что могут быть еще какие-то варианты, но вот, исходя из того, что описываете вы, я могу сделать именно, именно, именно такой вывод, и могу предположить именно это. Дальше, эм, значит, так, эм, кроме того, когда я снова поднял вопрос про будущее, мне ясно дал понять, что мне теперь ничего обещать не может, он не решил для себя, мне ответил, ждать не может. Ну, а здесь, как мне кажется, есть некоторое, эм, противоречие с вашей стороны, потому что, с одной стороны, вы говорите, что решили уйти от него, с другой стороны, вы говорите, что спрашивали его про будущее, вот, то есть, как-то, вот, как вы не определились сами, так вы хотите человеком будущего, или вы хотите, хотите от него уйти, вот, как-то, на мой взгляд, тут, эм, вы, э, несколько, вот, э, ну, плаваете, что ли, да, как будто бы, вот, э, своей позиции до конца здесь не выработали, вот, а человек, очевидно, как-то это чувствует, вот, и пользуется этим. Дальше, э, значит, так, э, когда все эти вопросы подняли, э, поднялись, э, он явно начал манипулировать ситуацией, ему никакой из моих вариантов не подходит, он выбирает такой, что я точно не могу сделать. Э, ну, смотрите, э, манипуляция, э, возможно, тогда, когда, э, вы позволяете, э, э, человеку, вот, по ряду причин, э, нарушать свои личные границы, вот, то есть, когда вы позволяете человеку нарушать свои, свои личные границы, вот, начинается манипуляция, поэтому лучший способ, э, манипуляции избежать, это, вот, э, позволить, э, себе быть собой, вот, естественным образом, э, м, значит, э, личные границы проявляю, и защищаю их, вот, но, чтобы быть собой, нужно понять, какая вы, а сделать вот вам это очень сложно, невероятно, э, потому что, э, э, вы нуждаетесь в безопасности, э, то есть, сложно чувствовать себя собой, э, когда, вот, э, ну, когда вы нуждаетесь в безопасности, сложно чувствовать себя собой, э, когда, э, вот, собственно говоря, э, да, э, э, ну, постоянно, например, э, идет борьба, какая-то, ну, к примеру, да, идет какая-то борьба, вот, поэтому, вот, я бы, конечно, здесь сделал бы упор именно на то, чтобы вы, вот, э, старались учиться, э, ну, быть собой, в данном случае, то есть, вообще, опираться на себя, вот, сейчас вы явно с этим, вот, справляетесь, не сказать, что бы хорошо, вот, ну, может быть, у вас, э, нет, э, э, так скажем, э, навыков, может быть, у вас нет, э, так скажем, э, практики, вот, э, ничего страшного, если так, э, всему этому можно научиться, то есть, этому может, э, научить вас психолог, вот, если вы этого, соответственно, хотите, и если вы в этом направлении, на самом деле, хотите двигаться, вот, тут, э, как бы, основной момент, именно в том, хотите ли вы этого, потому что, вот, ну, в какой-то степени, э, ваш вопрос, да, который вы задаете, э, про то, что, как мне справиться со страхами, э, фейли, вот, это, конечно, вопрос, как мне от них избавиться, но, э, как мне кажется, э, правда заключается в том, что, э, сейчас, э, вот, страхи, то, что у вас есть эти страхи, это хорошо, вот, потому что они позволяют вам видеть, э, где, где, э, проблем находятся. Далее, э, значит, так, э, в разговоре о будущем, где я сказал, что хочу какую-то определенность, он ответил, э, цитирую, раньше ты не хотел из семьи, когда я с парнями встречалась, хотя, перед тем я была в отношениях с парнем с три года, и вот, э, как-то не совсем, э, понятно, к чему вы это написали, то есть, э, вы хотите определенность, а, почему вы хотите этого от парня своего, то есть, понимаете, да, вот такое ощущение, что, э, вы хотите, чтобы он вам, ну, по большому счету, э, что-то разрешил, вот, в чем момент, э, здесь, как мне кажется, вот, а сами, как будто бы, не разрешают. Я не знаю, как теперь выбраться из этих отношений, а в чем, как конкретно, э, ваша проблема, то есть, в чем сейчас. В целом, мое морально-эмоциональное цене весьма разбито, из-за чего и выхода я найти не могу, выхода откуда, в голове лишь страх и беспокоиться. Страх перед чем, беспокоиться по поводу чего. Э, хотелось бы слышать советы, как справиться с этим состоянием. Ну, нужно понимать, что, э, психологи не дают советов, нужно понимать, что мы, больше всего, э, помогаем человеку разобраться в себе, но не даем, э, как бы, именно, вот, с, э, советов. Поэтому я думаю, что, э, вам здесь, э, нужно для начала, э, ну, как бы, понять, что вы чувствуете, понять, что, что с вами происходит. Для этого нужно с вами поговорить и поговорить. Вот. Э, после того, как чувствуешь, приживете, немножко эмоциональный э, тонус спадет, уже можно будет говорить о том, что вам делать дальше. Уже можно будет говорить о том, как вам дальше себя э, э, в каком направлении двигаться. то есть, какова природа всего этого, э, э, всей этой ситуации. Пока что, вот, э, э, некоторое ваше недоверие, э, себе, э, что ли, достаточно сильно, э, бросается, как мне кажется, в глаза. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.